МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые интересные, важные и острые факты для вас подготовили корреспонденты Амурской службы новостей. В студии Андрей Добрый. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. Для кого-то лето – это период отпусков, а для кого-то – самое жаркое время для работы. Как спасаются горожане от жары, узнаете из нашего сюжета. Даже несмотря на закрытие библиотеки, читатели не оставили без самого важного. И теперь Дом культуры взял на себя и еще одну роль. Купание в фонтане, холодное мороженое и посиделки в тени. Как благовеченцы еще спасаются от жары? Жара в Преамурии не отступает. Пройден ли пик? Пока неясно. На смену активному солнцу пришла июльская духота. Воздух пропитан влагой. Синоптики не обещают ослабления знойной хватки. Температура пока стабильно держится днем больше 30 градусов. Ночь облегчения тоже не приносит. Столбики термометров опускаются лишь немного. Как спастись от пекла, при этом выполняя и свою ежедневную работу, и рекомендации врачей. Везунчиками можно назвать тех, кто работает в офисе, где воздух охлаждают кондиционеры. Но многие вынуждены проводить свои трудовые будни под болящим солнцем. Вместе с ними часть своего рабочего дня провела на открытом воздухе и моя коллега Наталья Унчикова. Глядя на мужчин, мужественно укладывающих дымящийся асфальт на 30-ти градусной жаре, диву даешься. Откуда берут силы для работы. Темп работы не назвать сверхскоростным, но настроение у дорожников бодрое. Причем тут тяжело, все же дружно как-то навалились, сделали быстренько и все. Кепочку ищук надел и нормально. Там где вода приехала, тут же голову смочил, разделся, я не знаю, так походил, проветрился, позагорал. По рассказам Максима, жару стойко переносит весь коллектив. На подобную работу начальство набирало сотрудников только после медицинского обследования. Слабых здоровьем здесь нет. Строители – коллеги дорожных рабочих. Схожие условия работы. Почти все работы на улице, а если и внутри, то вряд ли под кондиционером. Когда в 40, когда яркое солнце? В ресторан. Просто не думаешь, не потеряешься. Работаешь, да работаешь. Работаешь, да работаешь. Елизавете Петровой духота хлопот не доставляет. Привыкла уже. Пятый год на жире работает. Да и организм переносит испытания летом хорошо. Свою работу считает спасительной для тех, кто, в отличие от нее, изнемогает от зноя. За квасом идут потоком. На весь день привезенных бочек не хватит. Коммерческая тайна. А одна бочка, сколько в ней литров? 25. Впрочем, не все спасения от жары ищут в прохладной воде. Кому-то гораздо приятней тень деревьев. Ходить в сад, работать, не обращать внимания, что жарко, прятаться под листиком, пить воду и вообще быть на уровне. Врачи с Людмилой Николаевной не согласны. Работать в жару советуют только, если самочувствие хорошее. При высоких температурах следить за своим состоянием стоит вдвойне внимательнее. От высокой температуры самочувствие может резко ухудшиться. Частая причина – скачки давления. Измерить его с недавнего времени предлагают горожанам прямо на улице. В разгар садово-огородного сезона в тесных душных автобусах увеличивается риск схлопотать тепловой удар или спровоцировать обострение сердечных болезней. Тем более, что пассажиры садовых маршрутов чаще всего в почтенном возрасте. Результат предсказуем. Из 60 обследованных в полевых условиях горожан, у половины оказалось давление далеким от космических 120 на 80. Имеет значение, в какой одежде человек. Должна быть свободного кроя, обязательно ношение головных уборов, желательно, конечно, светлых расцветок. Ну, в общем-то, по понятным причинам. Побольше жидкости употреблять необходимое. Советами врачей лучше не пренебрегать. Это в идеале. В реальной жизни интересы здоровья часто пересекаются с рабочими. Кстати, хорошая новость от синоптиков. На выходные обещают дожди и жара немного отступит. Надолго ли? В любом случае, амурскую осень и зиму еще никто не отменял. Правда, тогда тех, кто работает на улице, ждут другие. Незнойные, но не менее тяжелые особенности времени года. Наталья Умчикова, Ольга Мироненко, Дмитрий Тарасов. Амурская служба новостей. Охладиться в прогулке на теплоходе горожанам пока не удастся. С 21 июля поездки прогулочных теплоходов приостановлены. До Зазейского теплоходы пока также не ходят. Это связано с тем, что в Амуре снизился уровень воды. Обмелела и река Зея. Сейчас вся надежда на проливные дожди, которые повысят уровень рек. Что касается пассажирских рейсов на противоположный берег Амуров-Хэхэ, то они работают в прежнем режиме. В районе этих причалов уровень реки еще позволяет не приостанавливать движение водного транспорта. Чуть меньше, чем год назад в Братолюбовке Ромнинского района закрылась единственная библиотека. В селах по этому поводу обычно говорят так. Если даже библиотеку закрыли, скоро и деревня исчезнет. Население, понятное дело, огорчилось и озадачилось. Как и самое главное, что теперь читать? Ольга Мироненко расскажет, какой выход нашли в этой ситуации. Для жителей села Братолюбовка приезд этой машины целый праздник. Ее ждут с нетерпением каждый раз и взрослые, и дети. Приезжает она обычно по четвергам. С тех пор, как в селе закрыли библиотеку, для сельчан читальный зал на колесах – единственная возможность читать. Здравствуйте! Здравствуйте! Молодые люди, наши читатели, добро пожаловать за книгами. 11-летний Захар приезжает к бабушке каждое лето из Иркутска. Рассказывает, в родном городе он числится постоянным читателем сразу в нескольких читальных залах. Удивить литературой его сложно. Однако, в выездной сельской библиотеке это удается. Что любишь читать? Ну, больше какие-то поучительные сказы, приключенческие. Тебе привозят такие сюда? Да. Для местных ребятишек читальное на колесах – и вовсе единственное развлечение. Кроме того, что им привозят книги, каждый раз проводят интересные викторины и игры. Население в деревне чуть больше ста человек. Некоторое время назад содержать библиотеку районным властям стало невыгодно. Слишком большие затраты. Но и оставить население совсем без книг тоже не решались. Так и пришла эта идея – книжные полки с доставкой в каждое село. Проведя опрос и узнав от населения, что библиотека нужна, вы сегодня увидели о том, что население читает здесь. Решили при клубе-филиале организовать выездной прием. Фантастика, приключения, детективы. Вот сегодня мы принесли вот это, вот все четыре стопки. Слово-слово. Много это, нет? Помимо основных выездов в Братолюбовку, библиотека гастролирует и по другим деревням Ромнинского района. Привозят книги и журналы на дом тем, кто не может ходить за ними самостоятельно. Кстати, книги дают абсолютно бесплатно. Единственное правило – на каждого читателя заведен формуляр для учета. Я очень рада, что ездила в библиотеку. Примерно я беру каждый раз. Не каждый же они берут, а еще по четвергам. Мы знаем, когда они приезжают. И приносим. Как раз получается, прочитаешь и придешь. Работает выездная библиотека всего пару часов. За это время местным жителям и нужно успеть выбрать себе книги. Они же, как правило, практически не выбирают. Просто берут как можно больше. Чтобы было что читать до следующего приезда книжной машины. Ольга Мироненко, Сергей Захарушкин, Амурская служба новостей. Между тем, в других регионах также озаботились проблемой закрытия библиотек в небольших населенных пунктах. Так, в Нижегородской области пришли к решению, что закрыть социально-культурное учреждение власти в одиночку теперь не имеют права. Это может произойти только с учетом народного мнения. Лишить сельчан читального зала смогут только после проведения референдума. Такой вердикт вынесли на Комитете по соцвопросам Нижегородского законодательного собрания. Теперь решение о реорганизации или вовсе ликвидации библиотеки в селе будет приниматься с учетом результатов опроса его жителей. Правда, пока законопроект находится на уровне инициативы. Изменения в закону о библиотечном деле в Нижегородской области вступят в силу, если их примет региональный парламент в следующем году. Тем временем в Амурской областной научной библиотеке издали календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год. Одно из условий для появления даты в этом сборнике – все даты должны быть юбилейными, то есть кратными пяти. К слову, в этом издании их набралось немало. Так, один из крупных юбилеев ожидается в следующем году в Благовещенске. Областной центр отметит свое 160-летие. 55 лет через год исполнится Углегорску, его ровесник – Амурская областная детская библиотека. На 10 лет их младший – Торгово-экономический колледж. Также в следующем году исполнится 5 лет со дня открытия памятника Святым Певтру и Февронии. В Преамуре количество заявок на получение ипотеки увеличилось в полтора раза. Такие выводы сделали специалисты Благовещенского отделения Сбербанка, проанализировав свои данные. Увеличение спроса на ипотечное кредитование банкиры связывают с вступлением в силу программы господдержки. В настоящее время ежемесячно поступает около 350 заявок на получение жилищного кредита. Эту информацию озвучили во время пресс-конференции. Кстати, встреча со СМИ прошла в необычном формате. В каком, расскажет Анастасия Петраш. Давайте попробуем, как у нас получится. А попробовать решили следующее – провести пресс-конференцию в необычном формате. В качестве гостей – журналисты из разных районов области. С Белогорском, Свободным и Тынде связались по видеоконференц-связи. Оригинальностью отличились шимановские журналисты. Свои вопросы прислали по СМС. Одну из самых насущных проблем подняли по телефону коллеги из Райчихинска. Что делать заемщикам, которые из-за кризиса не могут выплачивать кредиты? Что делает Абербанк в этом направлении, чтобы минимизировать такую обстановку? Как-то пойти на встречу клиентов на кем? Кредитор к диалогу с заемщиками готов. Специалисты сообщили, тем, кто по той или иной причине не может выплачивать кредит, необходимо не бросать все на самотек. Обратиться в банк для поиска обоюдовыгодного решения. Еще одна тема, которой уделили внимание – Амурские аграрии. Мы вновь запустили продукт льготного кредитования сельхозпредприятий на приобретение техники производства Республики Беларусь. Там есть очень хорошая возможность и получить по сниженной ставке кредит, и еще и субсидировать часть ставки. Тынду Белогорской свободной на конференции объединили проблемы с банкоматами. Так, в столице БАМа не все банкоматы принимают пятитысячные купюры. Но если в городах банкоматы есть, то в селах с этим сложнее. Филиалы в небольших населенных пунктах открывать невыгодно, а ставить банкоматы небезопасно. Впрочем, альтернативу все-таки нашли. К примеру, для жителей Тахтамыгды и Джалинды, где банковские офисы не прижились, организуют бесплатный автобус до Сковородина. Подводя итоги встречи, было отмечено, что такой формат позволяет больше, чем обычная пресс-конференция в очном режиме. На будущее уже запланированы подобные мероприятия. Для чего мы это делаем? Мы делаем для того, чтобы максимально полно получить обратную связь там, где, допустим, если мы с Благовещевским часто общаемся, то в районах, наверное, не так часто. И, соответственно, каких-то проблем, может, не видим. Каких-то вопросов, которые небольшие, но которые нерешенные, которые мешают нашим клиентам. Кстати, управляющий банком также отметил, что в следующий раз он бы хотел услышать от журналистов побольше горячих вопросов, чтобы оперативно реагировать и устранять возникающие проблемы в обслуживании. Анастасия Петраш, Антон Максимов, Амурская служба новостей. Сэкономить на своих желаниях, при этом не отказывая себе ни в них, не теряя в качестве услуг и товаров, оказывается, можно и даже нужно. Купоны. Такой раздел появился на сайте Амурской службы новостей. Схема простая. Купи купон и получи скидку на товар или услугу от 5 до 90%. Регистрация на сайте – единственное условие для покупателей. Но есть и кое-какие принципиальные отличия от других интернет-ресурсов, где можно приобрести купоны на скидку. Если читатель не нашел у нас на сайте купон, который его интересует, то у нас на сайте есть сервис. Это вот эта вот кнопочка в виде лупы, при помощи которой любой читатель может запросить у нас купон, который нужен именно ему. Кстати, в этом разделе к мнению покупателей будут прислушиваться особенно, чтобы те компании и фирмы, которые предлагают свои товары и услуги, придерживались баланса цена-качество. Если услуга окажется некачественной, деньги вернут владельцу. А на сайте недобросовестный партнер окажется в черном списке. В августе возобновляется прямое железнодорожное сообщение между Благовещенском и Владивостоком. Решение об этом было принято на встрече в Рио-губернатор Амурской области Александра Козлова и начальника дальневосточной железной дороги Михаила Заиченко. Напомним, что пассажирский поезд Благовещенск-Владивосток был отменен 31 мая прошлого года. С тех пор из столицы Преамурья до берегов Тихого океана можно было добраться только с пересадками. Поезд на маршрут Благовещенск-Владивосток вернется уже в августе. Он был упразднен, и это вызвало справедливое возмущение жителей Амурской области. Поезд будет восстановлен, но в новом формате. Будут подцеплены вагоны, которые из Благовещенска будут доходить до Хабаровска. Затем их перецепят к другому поезду, который поедет до Владивостока. Покидать вагоны пассажирам при этом не нужно, объяснил суть изменений в Рио главы нашего региона. Пока есть договоренность с железнодорожниками о том, что новый поезд будет курсировать до октября. При этом обсуждается вопрос о его сохранении и на будущее. Перевоплотиться в одного из героев культовых японских мультиков или посоревноваться в автомобильном многоборье. А может принять участие в настоящих исторических боях или отпраздновать день рождения Амурской областной библиотеки. Как всегда, наша постоянная рубрика «Культ масс» подскажет, как провести свои выходные не только интересно, но и полезно. Сюжет фильма «Ненов» — очередное вторжение инопланетян на Землю. Казалось бы, что может быть банальнее? Хотя в этот раз место привычной глазу инопланетян заняли герои популярных компьютерных игр. Сражаться с пришельцами призвана команда бывших геймеров, в числе которых и президент Соединенных Штатов Америки. Чем закончится битва, узнаем, посмотрев фильм. Только вы можем это сделать! Я пошутил, мы все погибнем. Я просто... извини. Пиксели Общественно-культурный центр Благовещенска заполонят герои японских мультиков. В выходные пройдет фестиваль аниме и молодежных медиакультур. Участники, косплееры покажут костюмы персонажей аниме, игр, фильмов, сшитые лично или где-то заказанные. Споют и станцуют. Фестиваль состоит из трех частей и будет проходить целый день. Продолжается мероприятие для любителей авто. На автодроме ДСАФ под девизом «Мы за безопасные дороги» пройдут соревнования по автомобильному многоборью. Для самых брутальных профессионально смешаны исторические бои в различных весовых категориях «Стальная грань». В воскресенье Амурская областная библиотека зовет всех желающих вкусно отпраздновать свое день рождения. Организаторы обещают, что все будет в шоколаде. Лето, пора, конечно, прекрасная. Вот только духота и жара, о которой мы уже сегодня говорили, не позволяет амурчанам часто выходить днем на улицу и наслаждаться этим временем года. В большинстве своем в такую погоду выйти из дома стремятся только дети. Они при этом точно знают, как спастись от жары. В следующем материале видеозарисовка о том, как амурчане пытаются выжить знойным летом. Субтитры создавал DimaTorzok Это все, что мы успели рассказать вам к данной минуте. Смотрите выпуски Амурской службы новостей на телеканале «Свой», слушайте на радиостанциях «Русское радио», «Европа плюс» и «Шансон», а также читайте на портале asn24.ru. Всего вам доброго и будьте добрее. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова